В этом году столичное правительство уделяет особое внимание цветам и городской среде. Ко дню Таллина на уличных клумбах высадят десятки тысяч однолетних и многолетних цветов и цветущих кустарников. Цифры впечатляют, ведь уже до сегодняшнего дня было высажено 21 158 растений. Работа продолжается. Кроме того, на клумбах и лужайках расцвели 150 тысяч луковичных цветов. По словам вице-мира Таллина Калля Тландерфа, мы долгое время находились в условиях эпидемиологических ограничений. Теперь нам обязательно надо что-то для улучшения настроения. Нынешняя концепция оформления городских улиц так и называется – оздоравливающие цветы. В день Таллина все жители столицы смогут поучаствовать в высадке прекрасных растений. Причем у вас потом во время прогулок будет возможность навещать ваши растения, смотреть, как они подрастают и тянутся к солнцу. И мы приглашаем всех людей 15 мая и помощь Таллину посадить цветы. Эти мы сейчас приглашаем люди на три места. Это на Путуковейль, куда мы посадим такие растения, которые нравятся насекомым разным. И на побережье Перитта, и на Пальдиское шоссе. По-новому будут выглядеть и многие другие места в Таллине. В парках и на улицах появятся цветущие растения и кустарники. Городской департамент окружающей среды и коммунального хозяйства создал 10,5 тысяч квадратных метров цветочных клумб. Многие цветы, которые мы сможем увидеть на городских улицах, имеют интересную историю. Например, анютины глазки появились на лондонских улицах в 19 веке и связаны это с особенностями климата. В то время топили в Лондоне с углем и весь этот грязь, что вышел из труб, уничтожил всех многолетников довольно быстро. И поэтому стали использовать однолетники и их стали менять три раза в год. Потому что уже с нескольким месяцем уже и однолетники стали такие белые, грязные и не очень-то декоративные. Такие быстро сменяющиеся клумбы понравились и остальным европейцам. А анютины глазки полюбили все. Красивые неприхотливые бархатцы, петунии, космеи, так же, как и во многих других странах Европы, украшают столичные клумбы уже не первый год. Ну и, конечно, не обойтись без весенних тюльпанов и нарциссов. Именно их можно купить и подарить любимым мамам, бабушкам или подругам в наступающий день матери. Ну а к бронзовому солдату традиционно понесут гвоздики, хотя в этом году лучше делегировать туда лишь кого-то одного из членов семьи, чтобы избежать столпотворения в это непростое время. Лена Туровская, Петер Юлевайн, Новости Таллина.